Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В браке прожили 18 лет. Двое детей, муж и пилы, без работы оставался, но что-то зарабатывать деньги он может. И вот в очередной раз, просидя 3 года без работы, весь кредит, я продал золото, машины и уехал на работу на север. Там закрутил шурмуру с модалмой с двумя детьми. Потом она их общего родила. Девочке было два горя, когда мы официально развелись. Любви к нему у меня давно не было. Я вообще никогда никого не любил. Но мне так жалко деньги, которые он теперь на какую-то девочку легкого поведения тратит. Она фото с ним по кусочкам выставляла, родила внебрачного ребенка, вроде все хорошо. Я цвету и пахну, взрослые дети, но вроде пережила рога. Но как представляешь, что она как сир в масле катается, а я из дома с детьми убегала, когда его белочка накрывала. И сидела, когда он от пьяни отходил. Прокапывала. А брат его приехал однажды и в дурку, правда, часто сдал, чтобы с ним не нянчиться. А сейчас все говорят, вот она, та та, что незаконно родила женщину в его жизни. И такая умница и красавица. Не то, что я. Такая фига. Ну, во-первых, кто все? Это первое, кто что-то, кто все-то, говорят. Кто эти все? То есть, почему вас волнуют эти все, как вы говорите? Какое вам дело до этих всех людей? Это первое, на что хочется обратить внимание. Второе, на что хочется обратить внимание, это, пожалуй, большое количество улыбок в вашем тексте. Я бы сказал, что это может свидетельствовать о достаточно сильных, мощных психологических защитах. То есть, у вас есть и появляются определенные чувства, но вы их, вот, свои определенные чувства, вы их, судя по тому, что я могу видеть, вы их прячете за смехом, за улыбкой. То есть, вы, как будто бы, не позволяете себе, как будто бы, не позволяете себе, а их проживать, свои чувства. Как будто бы, как будто бы вы, как будто бы, как будто бы, вы бежите от боли. А боли у вас, ну, довольно много. Потому что, те ситуации, в которых вы оказались, само собой, неприятные и тяжелые. И для того, чтобы их прожить, для того, чтобы их пережить, на мой взгляд, ну, наверное, нужно признать, что вы были, пожалуй, не совсем в здоровых отношениях. То есть вы со своим мужем были не в здоровых отношениях, когда делали для него то, что делали. Вот. И теперь вам, конечно же, обидно. Потому что вы, получается, многим ради него жертвовали, а он просто ушёл по факту к другой. Вот. И это, конечно, обидно. То есть обидно времени, потраченного на человека. Есть ощущение, что вас просто использовали, скорее всего, ну и так далее. Почему это становится возможным? Ответ довольно прост. Это становится возможным благодаря тому, что вы нарушаете свои личные границы. То есть вы делали для своего мужа то, чего вы делать не хотели. Вы терпели ради него. Дело в том, что когда человек терпит, у него складывается такая, я бы сказал, двоякая ситуация. При терпении действия перестают быть произвольными. При терпении действия становятся более важными и значимыми, но только для того, кто их делает. При терпении появляется потребность в том, что я называю воздаянием. То есть я для тебя вот это всё делал, я тебя прокапывал, я убегал от тебя. И ты мне должен. Мне обидно, что теперь другая женщина катается как сыр в масле. Это должна была быть я. Потому что я для тебя всё это делала, потому что я от тебя убегала. Я для тебя старалась. А в итоге это другая. И тут самое неприятное заключается в том, что то, что вы делали, то, что вы делали связано с тем, что вы с тобой жертвовали. То есть это не являлось следствием вашего выбора. А имело место быть вынужденностью. То есть вы вынуждены были убегать от мужа. Вы вынуждены были его прокапывать. Хотя вам этого не хотелось. Понимаете? И вот то, что вам этого не хотелось. Но вы себя это заставляли делать и является причиной того, что вы сейчас чувствуете. Это обида, это чувство несправедливости и так далее. Но есть и другой момент. Поскольку вы, как я уже сказал, свои чувства несколько подавляете и прячете их за смехом, осталось много непрочитой боли по отношению к мужу. Её нужно прошить делать это лучше всего с психологом. Вот. И тогда вас это не будет ввергать в то состояние. Вы же обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы сравниваете себя с ней. Вы внутренне как бы боретесь с ней. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Это важно. То, что идёт борьба. Вызывает вопрос, вызывает интерес ещё и то, что вы говорите, что никогда никого не любили. Я думаю, это связано с тем, что эмоциональной близости вы боитесь. Человек, который запрещает себе любить. Это человек, который чувствует себя в любви довольно уязвимо. И ему кажется, что если любить он не будет, то он будет более защищён. На самом деле, подобное приводит лишь к тому, что человек не замечает, что вместо любви появляются другие чувства, которые он также игнорирует или интерпретирует деструктивно. И они точно так же приводят к уязвимости. Только уязвимости болезненной. Уязвимости неестественной. И уязвимости, с которой человек сам сделать, особенно ничего не может. К сожалению. Поэтому я думаю, что то, что вы говорите, что никого не любите, это, в общем, доображение вас. Вы себя, судя по всему, не то, чтобы очень сильно любите. Ну, точнее, не принимаете, вот. Не принимаете своих ощущений, да, не принимаете своих ценностей, вот, каких-то возможно. И много-много себя заставлять. Вот есть прям такое очень, очень такое стойкое чувство, есть, что вы себя заставляете. Вот. Это очень важный момент, потому что то, о чем я говорю, составляет ваше текущее состояние. И это можно изменить. Это можно поменять. Можно. Правда. Правда можно. Но для этого необходимо работать над собой. Вы говорите, помогите им понять мои чувства. Я скажу такую вещь, что, чтобы помочь вам понять ваши чувства, вам нужно обратиться к вашим чувствам. А не делать это, так как вы это делаете сейчас. Через интеллект. Чувство не нужно понимать. Чувство нужно чувствовать. Вы говорите, она незаконно родила. Здесь не про незаконное рождение. Она не нарушила закон. У вас на неё обида от того, что очень долго, в том числе и сейчас, вы продолжаете себя предавать. И, в общем и целом, правда заключается в том, что, чем больше вы будете себя предавать, то есть, игнорировать свои переживания, игнорировать свои чувства, прятаться за смехом, Чем больше вы будете это делать, тем сильнее у вас будет расти негатив к этой женщине. То есть, будет происходить перенос. Я имею ввиду психологический перенос, конечно. Вот как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Продолжение следует...